Что-то стало холодать. Не пора ли нам варить пельмени? Так как у меня фарша не очень много, здесь у меня куриный, можно брать любой смешанный или свинина с курицей. Ну какой есть у вас. И сделать начинку. Нужно сначала натереть баклажаны в мисочку и посыпать их солью, пускай лишнюю влагу потеряют. И вот не получилось у меня натереть этот баклажан, я его лучше нарежу очень-очень мелко. Всё, смешиваем. Пускай постоят. И все остальные овощи такого размера одинаково должны быть. Где-то так и перец и морковка. Теперь нам нужен стакан 250 миллилитров крутого кипятка. Всыпаем сюда чайную ложку соли и столовую ложку растительного масла. Теперь всыпать половину муки из 500 грамм нужных. Замешиваем. Теперь добавляем сюда яйцо и остальную муку. Вот такое тесто получилось, оно не липнет к рукам. Теперь нужно его переложить в пакет и на полчаса оставить. Разогретое масло. Сначала лук, морковь, теперь мясной фарш, сладкий перец и по желанию можно помидор или немного томатной пасты. Баклажаны здесь придадут вкус грибов. Такая начинка очень похожа на китайские кремни. На что-то среднее. Ну, джеки. Кто кричит громче меня? Кто кричит громче меня? По вкусу и по настроению сюда можно еще добавить специи молотый кориандр, зира, смесь перцев типа хмели-сунели, грибную приправу. Перекладываем в мисочку, чтобы остыло. Это уже вкусно. Это, наверное, уже можно и в макароны добавить по-соцки. Доводим до кипения воду с солью, растительным маслом и лавровым листом. Форму можно придавать совершенно любую, какая вам нравится. Как манты, просто пельмешки или же как обычные варенчики. Все, всплыли, значит готово. Как в одном анекдоте есть. Попросили иностранцы из другой кулинарной культуры совершенно, студенты, попросили сварить пельмени. Говорит, а когда, когда надо их, какие вытаскивать, какое-что? Говорит, ну которые всплыли, надо выбрасывать. Вот он выбрасывал, в миску выбрасывал, а они прекрасно их ели-еле. Ну в итоге иностранный студент с другим цветом кожи остался голодным. Пробую я это чудо первый раз. И загадаю желание. Сами знаете, какое. Очень интересно. Тесто вкусное. Начинка такая яркая. Я думаю, хорошо сюда пойдет даже не сметана, а какой-то томатный острый соус. Или же соевый. Рекомендую. Рецепт протестировала. Очень вкусно. Каждый хотя бы раз должен непременно приготовить это. Пока осень, есть баклажаны. Прелесть. Вуаля. Сделайте себе праздник. Праздник вкуса. Обалдеть. Полонсер. Найбарат. Тещанки. Прямо. Пżyбка. П incarnιο. И прямо нам далеко. П chosen. П рекламу. Продолжение следует...